Музыка 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 Переходя к лекарствам, практики больше, рынки обширнее. Тут есть интересные наблюдения, которые действительно, я думаю, что к практике правоприменения оффсетов в целом стоит повнимательнее отнестись. Такое обсуждение ведется. Продуктов много, объемы закупок, объемы инвестиций достаточно большие. Но есть исторически заключенные и дозаключаемые к ним в дальнейшем, когда есть определенное пересечение портфеля. Не буду называть наименование международное, но есть продукт, который есть сразу в одном московском оффсете, в одном питерском оффсете, в оффсете Московской области. На него есть два займа Фонда развития промышленности, которые мы, как федеральный орган, выдавали. Один из них – это то предприятие, которое есть в одном из оффсетей. А еще один займ – это компания, которая получила его вне оффсета, сама и тоже готовит производство. То есть у нас получается четыре игрока, один продукт, продукт емкий, безусловно. Но каждый раз, когда ты относишься к номенклатуре, относишься, например, с нашей точки зрения, к Минпромторгу, внутри наших федеральных мер поддержки, то мы смотрим на рынок в целом, имея в виду, что могут они возникать. Но это приходит в какой-то момент времени, дальше вот эти оффсеты заключились. И вот этот большой емкий рынок, когда все-таки продукты на него выйдут, как он будет выглядеть фактически с точки зрения обеспечения возвратности по любому из этих оффсетов, возвратности по займам Фонда развития промышленности, которому говорят, это весьма нетривиальный вопрос. Узнаем ответ в дальнейшем. Но эта практика показывает, что нам точно нужно рекомендовать, наверное, а может быть, как-то институциализировать, с учетом того, что емкие рынки, Москва, любые из названных, да, это емкие рынки, важный сегмент общего рынка Российской Федерации. Есть единая промполитика, и у нас не только номенклатурная, но и технологическая стадия. И меры поддержки наши федеральные, которые вот в том примере, например, с продуктом упомянутым, это синергия, да, эффекта оффсета плюс возможности займа, если там нужная технологическая стадия, потому что государство во многих отраслях, в большинстве, да, есть четкое, где нету, оно точно дойдет до полной технологической раскладки, да, ну, необходимых стадий. Можно эти просто эффективнее синергию использовать между этими двумя мерами, и одновременно учитывать все-таки весь объем номенклатур и ее необходимость. У нас, например, есть с коллегами из Санкт-Петербурга позитивный, скорее, опыт, да, они на входе не только того конкретного оффсета, но и, в принципе, своего планирования в рамках лекарственных средств действительно давали нам номенклатуру, мы к ней относились с точки зрения тех проектов, которых нам известно, именно их участие, да, в общей доле занятости конкретного, каждой конкретной позиции и обеспеченность российскими товарами, да, и там были интересные моменты, что коллеги, ну, даже внутри Санкт-Петербурга, просто потому что мы тоже знаем, куда движутся некоторые из компаний, да, не называя их, но понимая, что они есть в общем объеме, подсвечивали там историю, что внутри Санкт-Петербурга уже есть отдельные наработки вне рамок оффсета, но внутри резидентства конкретных компаний, внутри их фармкластера, да, поэтому вот такая вот правильная, знаешь, отнесение номенклатуры будущих оффсетов, с учетом того, что они будут, видимо, нарастать, да, и технологических стадий, потому что, помимо финансовых, есть не финансовые меры поддержки, которые тоже мы, ну, весьма активно ведем, например, в фарме считаем это крайне, ну, будущим механизмом обеспечения достаточной глубины, потому что, ну, большие инвестиции только в обмен на рынок работают, да, поэтому было бы совсем нехорошо, чтобы что-то сделанное в рамках регионального оффсета потом выпадало за меры нефинансовой поддержки, в остальной стране было бы не востребовано, потому что будет кто-то, кто углубит стадию, да, поэтому вот такая синергия при увеличивающих портфель, это было бы точно важно, и тут, повторюсь, по медизделиям мы как-то в старте это сделали, у фармы больше опыт, ну, и больше уже примеров, тут можно и нужно в данном случае все-таки соотносить, и тогда действительно вот то, что Евгения Игоревна говорила, действительно развитие будет тогда правильное не только с федеральной, но и с региональной части возможных механизмов, чтобы получать тот товар и продукцию не только для этого региона, а для страны, который будет востребован и нужен. Спасибо.